Президент подписал указ о назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Напомним, 15 января в своем послании Владимир Путин внес предложение о поправках в Конституцию Российской Федерации. Оно было поддержано на федеральном и региональных уровнях. Был начат сбор наказов и предложений граждан, которые легли в основу предложенных поправок. Особенно можно подчеркнуть важность поправок, касающихся социальной сферы. Их смысл в повышении качества и уровня жизни, поддержке семьи, ее ценностей, всесторонней защите детей, обеспечении доступного качественного образования и здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста. Отдельного внимания, по словам президента, заслуживают поправки об укреплении суверенитета российского государства. Они обеспечивают независимость нашей страны, ставят во главу угла интересы россиян. 22 апреля состоится общенародное голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации. Нельзя оставаться в стороне. Важно прийти на участки и проголосовать. 22 апреля я отдам свой голос за поправки в Конституцию и за поправок в отношении детей. Я, как учитель и как мама, очень рада и согласна с тем, что защита детей и семьи появится в Конституции. Ведь дети – это самая главная ценность, это будущее нашей страны. Государство должно создавать условия, которые будут способствовать духовному, нравственному, интеллектуальному, физическому развитию детей, воспитанию у них патриотизма, гражданственности, уважения к старшим. Мы живем в непростое время и от того, как мы воспитаем будущих граждан страны, зависит не только будущее города, но и будущее округа и государства. 22 апреля я пойду на голосование за изменения в Конституцию Российской Федерации и проголосую за эти изменения, в том числе и потому, что они включают в себя невозможность фальсификации истории. Наша история, история России, насчитывает около тысячи лет, даже больше тысячи лет. В ней масса ярких, грандиозных событий. Но одно из них, которое является общим для всех наших граждан, для граждан не только России, но и бывшего Советского Союза, это победа в Великой Отечественной войне. Те попытки, которые предполагаются сейчас в западной историографии, в западной цивилизации, о том, что пересмотреть необходимую историю, я считаю, это невозможно. Ведь это несет угрозу всему современному мироустройству. И внесение изменений в том, что невозможно фальсифицировать историю, что это противоречит самому духу нашего развития, внесение этих изменений в преамбулу, я считаю, необходимо. Ведь все начинают читать Конституцию с преамбулу, не только граждане России, но и многие другие, в том числе и исследователи других стран. И я считаю это важным. Потому что история – это наше прошлое. А кто не знает нашего прошлого, у того нет будущего. Владимир Путин накануне рассказал про условия проведения голосования, имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире. И так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее затрагивает нашу страну. Голосование пройдет только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в основном законе страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан. Окончательное решение будет приниматься исходя из складывающейся ситуации.